Всем привет! Я знаю, что вы так же, как и я, любите простые, быстрые и в то же время очень вкусные салаты из простых и доступных продуктов. Сегодня будет именно такой. Беру самый обычный сырой картофель. Картофель буду натирать на терке для корейской моркови. Как всегда, на своей любимой. Она у меня практически в каждом ролике. Там, где нужна такая терка. Картофель отправляем в холодную воду. Будем его промывать. Можно под проточной водой, можно вот так в емкости, в миске. Промываем несколько раз до прозрачной воды. Сейчас она, посмотрите, вот такая вот мутная. Нужно, чтобы весь крахмал ушел. Посмотрите, вот так в итоге должно получиться. Водичка прозрачная, прям такая кристально чистая. Далее, смотрите, у меня здесь на плите в кастрюльке вода уже кипит. Я воду слегка подсаливаю. Немножко соли добавляю. Также добавляю сюда уксус 6% у меня, яблочный. Все продукты и их количество я укажу в описании под видео. В кипящую воду отправляю тертый картофель. Сразу же весь картошечки у меня сегодня много. Если хотите меньше сделать, то убавьте количество продуктов. Доводим до кипения все вот это вот. Кипятить не нужно. Доводим до кипения и будем вынимать картошечку. Кто-то картофель варит от 1 до 3 минут. Я так не делаю. Мне больше нравится, когда в этом салате картофель слегка похрустывает. Довожу его до состояния аль денте. А как только он закипит, вот, кстати, уже начинает кипеть, выключаю огонь, откидываю картофель на дуршлаг, чтобы стекла вся жидкость. Одну репчатую луковицу порежу полукольцами. Далее я беру мясо. Можно использовать любое. Курицу, говядину. У меня сегодня свинина. Если будете брать свинину, то берите нежирную. Мясо буду нарезать тонкой соломкой. В сковороде я уже разогрела растительное масло и в первую очередь обжарю до прозрачности лук. Теперь добавляю мясо и буду обжаривать все вместе до золотистого цвета. Ну вот, мясо и лук хорошо подрумянились. Этого мы с вами и добивались. Теперь добавляем сюда соевый соус. Вот так. Все хорошо перемешаю. Теперь убавляем огонь. Добавляем специи. И специи у меня кориандр свежемолотый. И смесь перцев я еще добавляю. Вот так. Все это хорошо перемешиваю. И прогрею все вместе. Ну вот, посмотрите, соус практически весь испарился, впитался в мясо. Выключаем огонь. Мясо у нас готово. По времени мясо будет готовиться у всех по-разному. Все зависит от того, как оно порезано. Если порезать его тонко, как у меня, и разогреть очень хорошо сковороду, то готовиться мясо будет очень быстро. Салат этот вкусный, как в горячем, так и в холодном виде. Я вот сейчас сделаю и сразу же буду подавать его к столу. Итак, здесь у меня картошечка. Я ее уже переложила в глубокую миску. Отправляю сюда мясо обжаренное, горячее. Ой, какая красота уже. Я еще хочу для остроты добавить перчик красный острый. Если острый не любите, не добавляйте. И сюда же пропускаю через пресс несколько зубчиков чеснока. Чеснок обязательно. И сюда же сразу же добавляю уксус. У меня 6% яблочный. Ой, какой аромат вы даже не представляете. На горячее мясо. Выдавила чесночок. Все это тщательно перемешиваю. Один только аромат, чего стоит. Конечно, пробую. Аппетит вызывает точно. Слегка хрустящая картошечка. Знаете, вот безумно аппетитные. Очень вкусные. Вкусное мясо, вкусная картошечка. Все в совокупности. Это вот так вот огонь. Обязательно приготовьте. Ставьте лайк, если понравилось. И я буду ждать ваших отзывов в комментариях. Всем приятного аппетита. Пока.